А в Америке каждый за себя. Я 10 лет отдавал КВН. Время очень дорого стоит. Почему я должна стесняться того, что мне приносят деньги? Это реально? Это всего этого не стоит. Блин, вы сейчас маленький чит-код мне раскрыли. Любая работа, не знаю, должна возбуждать. По-моему, из-за этого я в этот бизнес пришла, потому что я живу по ощущениям. Вот это вообще. Детей сделать, это не хитрое дело. Сегодня программа по домам, мы будем делать обзор этого дома и познакомимся с хозяйкой, мать троих детей, владелица собственного бизнеса. Давайте посмотрим, как она живет и на чем она ездит. Вот такой вот домик. Этот домик находится на холме, тут постоянные подъемы, спуски. И заезд в гараж обязательно присутствует такой вот подъем. Вот эта машина, когда поднимается, одно колесо не задевает землю, потому что здесь очень большой перепад. Давайте посмотрим, что там внутри есть. Это трехэтажный дом своим бэкьярдом. Бэкьярд это словно сад. Здесь хозяйка квартиры живет с детьми и своими родителями. Это ее машина, на чем она постоянно передвигается. Сразу заехать можно в гараж, оставить одну машину здесь на улице. И что у нас здесь есть? Вот такой вот подъем. То есть вот там подъем, отсюда, сюда подъем и, пожалуйста, еще подъем. Здесь постоянный спорт вверх-вниз. Давайте знакомиться. Добро пожаловать. Здравствуйте, Нурсель. Спасибо большое, что пригласили в первый же дом в Калифорнии, Сан-Карлос. Мы приехали именно к вам. Ну, рассказывайте, как живете, что здесь есть, что за домик. Приветствую всех. Я Нурсель. Живу в городе Сан-Карлос. Это маленький город Берри. 30 минут от города Сан-Франциско. Дом 2800 square feet, 4 bedrooms. Пойдемте, покажу вам наш backyard. Я думаю, самый интересный. Да, двор моя гордость, потому что в Берри я пока не знаю, у кого есть юрта. У меня две юрты. Это большая юрта, еще одна юрта нераспакованная. Есть казаны. Ну, у меня все есть. Маленький каракол. Смотрите, а вид какой, вид, посмотрите. Холмы, пожалуйста, ничем не отличаются, да? Ну, единственное, понятно, архитектура немного. А так, вот эти вот холмики немного передают атмосферу Кыргызстана. И, конечно же, ребята, вот это, это что? Мы вообще в Калифорнии или в Кыргызстане находимся, а? Вы в Калифорнии? Не ошиблись. Вообще круто, блин. Это доказывает, что необязательно ехать в Кыргызстан. Частица Кыргызстана может быть с нами. Везде? Если постараться, да, везде. Блин, и сколько это стоило вообще вот это вот привезти сюда? Это подарок от моего клиента, именно этот бозуи. Второй бозуи был подарен тоже американцам, который привез, если я не ошибаюсь, много лет, то ли 30, то ли 20 лет назад. Я узнала, что тот маленький бозуи с музея Челпанаты, откуда я родом являюсь, по такому обстоятельствам обратно, я получила этот бозуи. Обновила. Вот, чем занимаетесь? Подробнее, потому что многие, возможно, не знают. Тоже могу сказать для меня гордость, что я смогла первое открыть ресторан кыргызской кухни, центрально-азиатской кухни, расположенной в этом же городе, в Сан-Карлос. У нас локация очень классная, потому что 30 минут до столицы, Сан-Франциско и до Сан-Хосе, мы посередине Силиконовой долины. Вообще круто. Вы когда-нибудь слышали, ребята? Посередине Силиконовой долины наш кыргызский ресторанчик, это очень круто. Если ты находишься в штатах, хочешь купить себе недвижимость в Кыргызстане, но боишься потерять свои деньги, попасть в долгострой... Вы будете в Габни! Ну что, лаки, что ли? Чехару ли салды? Наш труд просто на ветер. Туалеты разрывались, всех затапливало. Я думаю, это позор. Я не устраиваю. Ежемесячно платят. Надо свои обещания делать. Имейте в виду, вот она вода. Это крыша 10 этажа гипсокартон. Либо никак не можешь накопить свои деньги, потому что постоянно отдаешь долг родственникам, то обращайся к нам. Мы подберем тебе ликвидную квартиру, куда вы вложите свои деньги с минимальными рисками. И будете работать, понимать, что ваши деньги будут работать на вас. И когда вы приедете в Бишкек, у вас будет уже собственная квартира. Так что обращайся по этому номеру, либо в WhatsApp, ссылка в описании. Пиши. Так, мы приехали, значит, в кафе Нурсель, посмотреть, где это расположено, чем оно отличается, вообще ходят ли сюда люди. Так, Нурсель, маленький обзор от тебя. Наш ресторан находится у остановки. И давайте пройдем, я вам покажу. У нас растет маракуйя. А, ничего себе. Прикольно. То есть, когда созреть, можно отсюда есть, да? Да, у нас беседка маленькая. Это орнамент. Специальная была задумка интерьера, да? Орнамент появился случайно. Не специальная задумка. Мы два года назад делали для кыргызов День независимости, тогда как инсталляцию мой папа собрал этот орнамент. То есть, это еще значимый, да? Да, значимый, да. И после того, нам было жалко его выбрасывать, и мы решили сюда сделать. С этим очень много историй. Много кто проезжает через Калтрейн, иногда видят и спускаются, говорят, что этот кыргызский флаг, это кыргызы? Потому что, ну, по имени, может, не понимают, но именно из-за флага точно было 5-6 случаев, когда люди останавливались и приходили, говорят, что вы... Это супер магнит, да? Да, да. Кто знает, тот поймет. Маленький знак для масон. Да. Пройдемте внутрь. Это наш первый зал, где принимаем заказы. Можно, когда, если на вынос, сразу можно отсюда заказать, подождать. Удобно, что мы поставили в холодильник, чтобы они могли сразу видеть и заказать, забрать. Хочу отметить про этот ковер. Для меня сделал друг, Джан Бек. Он очень талантливый парень. Подарок. Самая моя гордость в этом ресторане – это часть. Мы сейчас делаем бар, но не доделан. В будущем хотим уже поставить легкий алкоголь. Потому что к нему спрос есть от американцев. Это второй зал. Это третий зал. Идет как банкет. От 30 до 40 человек вмещается. Вот девочки готовят на очередной банкет. Сегодня будет день рождения у кого-то. У нас есть аппаратура. Водокран, да? Да, экран спускается. Можно подключить и сделать презентацию, либо слайд-шоу. Это вопрос по поводу кухни. Кто здесь основной клиент? Это наши ребята из Центральной Азии, либо это американцы? 30% наших, 70% иностранцы. Ну, конечно, это местные, и китайцы, индусы. Как они говорят, что они хотят что-то новое. Потому что приелась пицца везде. Приелась медитериан – это турецкая, греческая еда. Приелась китайская еда. А что-то хочется новое. В этом плане, чтобы еще раз почувствовать другой вкус, другую культуру, они, да, приходят к нам. Потому что для них это новое. Заметь, единственное, каркасская кухня – это у нас. И здесь? Да. В Сан-Каре? Да. Окей, прикольно, хорошо. Когда вы приехали сюда? Приехала в 2011 году. Вот тогда я просто не хочу быть динозавром, но приходится так говорить, когда вы приехали. Вот этих смартфонов не было, этих applications не было, что информации вообще не было. Да. Да. Элементарно даже было время, когда мы работу по газете искали. В русскоязычных газетах. Было, когда мы распечатывали Google Maps. Вот это вообще, я да, представляю. Вы распечатывали, потом по картинке А4 ходили и искали. Да, да, да. Ну, это небольшой период, но мы попали на то время, когда после финансовой кризиса 2008 года Америка только-только начинала обратно приходить в себя. Уже начинали обратно стройки замороженные, достраиваться. И вот именно войти, большой шаг пошел в это время. Мы свидетели этого, как Америка тоже изменилась. Потому что, когда мы приехали, Америка была для меня, когда я из Бишкека приехала, будучи студенткой, это отставший. Наоборот, отставший. Да, отставший. Почему? Потому что мы всегда, ну, может, до сих пор, но для нас мода, тренд, это выше всего. Так. Как мы одевались. Следили за модой. Да, следили за модой. Какие мы телефоны носили. Я когда приехала, у всех были просто раскладушки телефонные у американцев. Они войсмейла друг друга оставляют. А у нас там в то время что было? У нас цветной экран, полифония, не полифония, там блютуз должен быть. И мы в то время были помешаны на гаджетах. В этом плане, когда ты черно-белый раскладной телефон, видишь, куда я попала, да. Айфоны были, но это очень редкость была. И так быстро, через год, через два, вот, ну, Америка тоже шагнула в развитие. Просто крызы приехали. Да, да, да. Понты. Да. И большая эмиграция пошла вот до, ну, с 2005-го, наверное, именно наша молодежь приехала. Но, кстати, вопрос, почему приехали сюда? Из-за большой любви. Вау. К Америке? Нет. К моему парню. Я его 16 лет знаю. Стали встречаться, может, с 11-го класса, когда мне 18-го было. И вот человека, которого я любила, я, он сначала уехал к родственникам, получил визу. И хотя у меня в Кыргызстане, мне все хватало, я из Иссыкуля, из Чопанаты. И для меня Америка, мир, вообще вселенная была Чопаната. Я обожала мой город, я обожала, где я живу, людей, не знаю. На тот момент парень был тоже из Чопанаты, мы соседи. И для меня вот то место, куда я хотела возвратиться, там что-то делать вокруг семьи, вокруг родственников, это вот я никогда не жаждала Америки. Мне вот Чопаната была Америка, да. Даже будучи студенткой в Мишкеке, я каждые выходные уезжала в Чопанату. Окей, значит, из-за большой любви приехали в Америку. Уже прошло 13 лет, да? Да. У вас здесь уже есть бизнес. То есть мы сейчас не будем говорить про тот период, когда вы там становились на ноги. Давайте поговорим о бизнесе. Сколько прошло времени, когда он у нас появился? Именно как ресторан, эта локация появилась уже вот 31 октября этого года, три года официально нам пробило. Но до этого я начинала на дому готовить. А, ну это интересно. К этому тоже я неспроста пришла, начала готовить на дому, потому что, как я сказала, я Чопанаты и Чопанатинцы только у нас сезонный бизнес, мы вот туристами. И у нашей семьи был летний кафе. Когда мне 16 было, я вот помогала сначала просто, а потом в одно время вместо шеф-повара было. И, ну, ты универсал. Там выходишь, заходишь в шеф-повар, выходишь официанткой, где надо позовите администратора, ты администратор, позовите хозяйку, ты хозяйка. Потом клиенты зовут, передайте шеф-повару, что очень вкусно. Я говорю, обязательно. Ну, такие моменты тоже. Этот бизнес тебя делает всем. Ты должен уметь все. И посуду мыть, и все-все. И перед отъездом сестра инвестировала деньги в наше уже в Бишкеке кафе, полностью вложилась. Я всю документальную часть по открытию, вообще по устройству, я сама все сделала до ее прибытия. Она была за границей. И все это сделав, в этот период мой парень получил визу в Америку. Он улетел, потом три месяца мы не виделись. И я вот просто спонтанно думаю, мне ничего не надо. И получается, я все оставила. Все оставила. В принципе, нормально было. Не жалеете? Нет, нет, нет. Конечно, нет. Получается, вы приехали сюда, у вас не было детей? Да. Мне 22 было. Сейчас сколько детей у вас? Хотел бы, как совет опытного человека, наверняка вы очень много уже историй наших слышали. Потому что Сан-Франциско, ну, здесь, где мы находимся, очень мало крызов. В основном они в Чикаго и Филадельфии, как я понял. Здесь приезжают многие ребята уже с детьми, без детей. Расскажите опыт без детей и с детьми. Меняется ли жизнь в Америке? Да, кардинально вообще. У тебя, во-первых, твоей жизни не остается, потому что здесь ты только должен рассчитывать на себя. Нету бабушек. Я из моего опыта могу сказать. Нам никто не помогал. Хотя мама мужа была здесь, но она, конечно, здесь каждый работает. У тебя вот это мама, папа, там, не знаю, братья, сестры. Нет, потому что каждый по-своему должен выживать. Даже если они есть, они как бы говорят, сорян. Нет, да, потому что там родственники, им надо помогать. Ну, каждый, здесь, в Америке, каждый за себя. Вот это вообще предложение дерзкое. Да, каждый за себя. На это нельзя обижаться. Там ты биртуган, ты здесь гетчерпой. Да, да. Кто только приезжает, вот когда говорят, подбери меня, там, заедь или подбрось. И когда ты говоришь, я не могу, ну, потому что обижаются. Когда только приезжают, сразу вот такое есть, обижаться. Ну, типа, тебе же не западло. Ты же здесь уже освоился. Но когда у тебя есть планы, есть договоренность с кем-то, ты просто не можешь сорваться. На это вот в будущем, кто собирается сюда, прошу не обижаться. Потому что, так же, как в Кыргызстане, в России, есть такси по вызову, есть, любой транспорт есть. Ну, и можно и такси взять, и на автобус доехать. Ну, если у человека, у вашего знакомого не получается, значит, на это есть резкие причины. Не от того, что он не хочет, а просто есть расписание. Потому что здесь бензин стоит вообще копейки. Относительно Кыргызстана. Да, да, да. С Кыргызстаном, ну, как бы, никто не жалеет бензина. А просто время очень дорого стоит, твое время. Это первое, окей. Что еще надо знать? То, что, если про детей, именно в моем случае, большая мотивация, мои дети. Потому что до детей, ну, таких амбиций, что-то делать, у меня лично не было. У меня, когда я родила, я думала, а что я могу дать? Ребенку, да, ну, комочек лежит, и да. Я не хочу, у меня вот такая мысль пришла. Я говорю, не хочу говорить ребенку, нет, там, типа, мама, купи, или там, мы можем ли поехать куда-то? Говорит, сори, у нас нету возможности, либо подожди. Потому что я же за этого ребенка взяла ответственность перед Богом, перед, вообще, перед государством. Я хотела максимально дать лучшее ребенку. И, конечно, за разом с появлением детьми с каждым, да, у меня вот, наоборот, этот, level up. Не было такого, что, о, у меня трое детей или двое детей, я как жизнь, этот, не удалась, там, не знаю, трудно. Нет, у меня наоборот. А что я могу сделать? Как я могу сделать так, как детям дать максимальное знание в учебе, вообще развивать? У кого-то классно получается, кто планирует детей, семью. Они вот идут, у них план есть, например, мы должны вот так сделать, там, отучиться или там что-то сделать, а потом детей. В моем случае сначала дети, а потом думали, что с ними делать. Может, из-за возраста, из-за любви, не знаю, я об этом не думала. Ну, я думаю, это даже на руку вам. Да, в моем случае это классно сработало, потому что я не могу сидеть и говорить, что, там, муж не дадал, там, государство не дало. Либо, там, родители не сделали или не помогают. Я не такой человек. В Америке роскошь, роскошь своих детей, ну, своими детьми самим заниматься и иметь работу. У меня получилось. Всех троих детей я не отдавала в садик. Ну, я максимально дала время свое, любовь детям. Была с ними в тот возраст, когда они нуждались во мне. До скольки? Пока в школу не пошли. До сих пор так. И так, по-моему, из-за этого я в этот бизнес пришла, потому что ты можешь свое время распределять. Я правильно понимаю, вы, как в Америке, занимаетесь воспитанием детей и еще и занимаетесь бизнесом? Это реально? Это реально, в моем случае. Я только могу говорить только про себя. Вопрос такой, реально ли, ну, вот, в Бишкеке находимся, большой опыт есть нахождения в Америке, в частности, да, вот, в интеграции, знаю все кейсы, не понаслышку. О чем я? Мы-то там, находясь в Бишкеке, слышим про Америку, что вот кто-то заехал, там, стал миллионером, кто-то заехал о банкроте, кто-то приехал, развелся. Так вот, вопрос у меня такой, реально ли, что здесь по приезду очень многие разводятся? Да. Это вот первый вопрос. Это, по-моему, сейчас не только у тех, кто давно живет, даже у тех, кто только приехал. Да. Многие разводятся по, в основном, по одной причине, потому что один из супругов, просто, это обычно, обычно мужчины, не хотят развиваться, не хотят интегрироваться в эту жизнь. Ну, вроде бы, по 15 лет живут, по 20 лет живут уже здесь, но вот это, все равно, в Кыргызстане лучше было или рано или поздно уеду, вот у них прям сильно, все равно здесь, здесь не мое, я здесь все равно чужой. У них, вот, вроде бы, ну, 20 лет, некоторые бывают, что они столько и в Кыргызстане не жили, но почему-то вот это, они крепко держат внутри себя, что здесь, они временно, но, блин, 20 лет у тебя прошло, 15 лет прошло, это временно у тебя не заканчивается. И с этим, наверное, конфликт интересов с женами, потому что женщина здесь, ну, мы, мне кажется, этот, женщины все равно, мы быстро к чему-то привыкаем. Ну, как, адаптируемся быстро. И к плохому, и к хорошему мы везде, вот, можем найти себя. Например, если брать про Кыргызстан или советский, ну, постсоветский союз, кто, кто на ноги поставил, вообще, наши страны, это женщины, все пошли работать на рынок, пошли, стали иммигрировать, это же женщины. Потому что наши папы в основном остались дома, потому что они же уят, я никогда, я там, не знаю, где-то работал в офисе, я никогда не могу так, там, не знаю, мешки-то оставить. Я не про всех говорю, но основная часть, это кто, вот, торговлю, вот это все начало, кто, базар, не базар, кто начал, женщины начали. Они оставили свои школы, прекрасные учителя, прекрасные специалисты, они оставили свою работу, чтобы просто прокормить детей и семью, они просто, этот, свой, нам и составили, просто пошли, этот, работать, и, в принципе, мне кажется, из-за таких сильных женщин, вместо того, чтобы спиваться, там, жаловаться, они просто сделали, и благодаря таким женщинам мы есть. Они успели вот нашему поколению дать образование, в принципе, да, мам не хватало, потому что они всегда где-то в разъезде, да, мы предоставлены были сами себе, но в то же время они работали на нашу школу, работали на наш университет. Вот, вот, нашего поколения вроде бы мы плохо, как бы, после развала Советского Союза вроде бы плохо жили, но у всех в основном есть высшее образование, про университет никто не забыл, даже отчаянные женщины, семьи, да, они говорили, ой, учеба это фигня, иди торговать, вот, нет, в то же время, в то же время они нам дали образование. А те люди, которые недавно приехали вот сюда, у них какая проблема? У них, наверное, больше проблема, если там муж мог избить, не знаю, шлепнуть, да, они могли, ну, в Дагестане, в России, так не особо кому пожалуешься, а здесь заяви или кто-то увидит, да, приедет полиция, заберут мужа, а уже его имя, уже, даже если не возбудет, не возбудет, не возбуждается дело, то все равно, ты в следующий раз уже, ты не просто, ты уже сразу везде, твое имя появляется, тебя посадят, это и могут посадить реальный срок, и тебя могут лишить родительских прав, ну, смотря, какая тяжесть, я хочу сказать, что здесь закон работает. И поэтому женщины чувствуют здесь защищение от своих мужей, которые могли себе позволить там, в Кыргызстане, чуть больше. Да, защищение, просто начинают себя ощущать, даже я бы не сказала, женщинами, людьми, человеком, потому что везде есть уважение, здесь ты должен уважать еще и собаку, и кошку, не знаю, не можешь любому животному, несмотря на это человек или питомец, да, домашний, просто так издеваться. И в этом плане, мне кажется, вот так, да, даже нас же родственники не защищают, всегда женщина виновата. Каких бы, ты получила, ты сама виновата, ты, тебя, не знаю, избили, либо изнасиловали, ты сама виновата, потому что, а что ты так одеваешься? Ну, блин, друзья, я бы хотела сказать, вот в Америке, как ты одеваешься, вообще не имеет значения. Ты можешь быть голым, но американцы, любая другая нация смотрят тебе в глаза. Они на грудь, либо не на попу, никуда, они просто тебе смотрят в глаза. И нет здесь, вот, не знаю, все тинейджеры, все женщины, независимо, есть фигура, нет фигуры, они могут быть открыто одеты, но нету здесь изнасилований на каждом углу. Нету здесь, нету изнасилований детей. У нас, чем общество говорит, что мы не такие, мы не должны, мы не должны открываться, но, извините, статистика говорит другое. У нас очень много извращений. Это же не от одежды, если бы это зависело от одежды, здесь же было бы, должно было бы здесь, потому что люди как хотят, вот на пляж Бейкербич, вы, наверное, не были, там люди голые ходят. Ну, нету вот такого, прям, мышления сексуализированного. Чем наши больше говорят у нас, не знаю, я не знаю почему, но у нас происходит то, что есть. Вот наши медиа откроешь, везде кого-то что-то сделали, с кем-то что-то. Ну, в общем, преступность большая. Тут я бы некоторый момент хотел подметить. Возможно ли, что когда ты одну сторону смотришь, там, условно, не то, что защищаешь, принимаешь, я думаю, что в Америке тоже очень много изнасилований. Это, ну, просто мы на этом оценку особо не держим, я так думаю. Во-первых. Во-вторых, да, здесь я думаю, что меньше акцентируют, сексуализированы здесь, то есть на это так не сильно падки. Падки, наверное, там, или кто-то критично относится как раз-таки, там, центральной азии, они там смотрят, говорят, вот, это, там, Америка, туда-сюда. А сами американцы, европейцы, они говорят, да и бог с ними, у них же бани же совместные, а у нас бани раздельные, да, и у нас, как бы, запретный плод сладок, я так думаю. Возможно, еще, ну, я к тому, что здесь тоже, я думаю, что изнасилований, нет, ну, очень даже большое количество, просто мы на этом акцент не держим, так как мы больше переживаем. Ну, в виде, статистика не такая. Для Кыргызстана 6 миллионов и, ну, Америки, ну, все, все. Я просто последний раз помню, что 6. Это другие цифры. Нет, я помню, процентовка другая. Да, я не идеализирую Америка, все есть, вся преступность, все, все есть. И, ну, все, что угодно ты можешь найти, но, если искать, но просто ты идешь и в купальнике, не знаю, в шортах, это не значит, что ты, никто тебя, этот, шлепнет по попе, никто не может притрагиваться. Вот из-за того, что кто-нибудь тебе притронется, а просто это ты можешь заявить, как бы здесь вот каждого, уважения к каждому, вот очень, как у них, не знаю, как назвать, мантры, не знаю, это прям приобщается с детства, с детства приобщается, что ты никого просто так не можешь трогать, ты никого просто так не можешь оскорблять. Ну, это все, везде работает закон. Это уважение просто, мне кажется, даже не закон, а уважение друг к другу. У нас мы очень друг к другу плохо относимся. Вот что я заметила, мы чуть-чуть агрессивны друг к другу. Если просто задеть человека и сразу, ну, бывает, что ты просто задел, а здесь, ну, человек может показать свое, но не обязательно вот так, как мы агрессивно, не знаю, кулаками бросаться. Да, тут даже если ты задел кого-то, кого-то задел, он первый извинится. Sorry, sorry, ну, это факт. Но обратно хочу сказать, я Америку не идеализирую. Все есть, все есть такие люди, которые хотят поскандалить. Есть, все есть. Я в этом плане, так, ватную Америку не предоставляю, что, блин, здесь классно, а там не было плохо. Нет, вообще говорю, где они и где мы. Да, на что мы акцентируем, на что они акцентами делают. Такой вопрос в самом начале обсуждения. Сказать, что когда сюда приезжают семьи, особенно кто давно здесь, начинается вот это, что кто-то развивается, а кто-то не развивается. И, как я помню, в основном не развивается мужчина. То есть, по мнению твоему, что мужчина не развивается, и на этом фоне начинается этот расклад, ну, разглад. У меня был случай, ну, не прямо у меня случай, а у знакомого, да, который приехал сюда, и ровно такая же история. Муж приехал с супругой, у них был ребенок, и он единственный кормилец, работал там на нескольких работах, работал там на крыше, еще что-то, начал зарабатывать деньги, вроде бы устаканился, деньги появились. Жена начала, это уже вышло, условно, с декрета, начала развиваться, ходила на какие-то курсы на деньги мужа, начала развиваться. Вроде бы все отлично, и она начала такие, короче, какие-то вещи говорить, давай тоже учись. А муж говорит, блин, ну, все нормально же, я работаю, деньги приношу, ты что мне это? И она вот на этом фоне начала, типа, ты не развиваешься, вот ты остался на том же уровне. А если так посмотреть, там, муж-то и как раз-таки дал эту платформу. Вот здесь вот как быть? Нет, здесь же в вашей истории, да, здесь же она не сразу же стала самостоятельно какие-то деньги зарабатывать, она же сразу не стала, ушла. Или, не знаю, не нашла кого-то и сказала, ну, спасибо за лисицу, да, я пошла дальше. Не было же, в вашей истории говорится, что она пыталась его тоже, чтобы он отучился, там, развивался. Это же нормальные вещи, когда супружеская пара одного дотягивает. Это нормально, когда ты сначала, а потом я. Всегда так практикуется. Но наши, заметьте, не любят из зоны комфорта выходить, как бы язык подучить, что-то делать, где они не в комфортной автономии, там, с новыми, просто пойти с американцами работать. Они просто вот с нашими работали, с нашими будут работать. Зачем я это зарабатываю? Но приходит момент, когда сначала, да, когда эмигрируешь, просто деньги, ты ради денег живешь, там, просто базовые, базовые потребности оплачивать. Квартиру, еду, там, не знаю, телефон, не телефон, машины, да. Но когда уже у тебя появляются деньги, хочется же большего, это не плохо, что ты хочешь большего общаться на разные темы. Потому что когда твои базовые потребности уже как-то восполняются, любому человеку хочется делать, развиваться, там, путешествовать, одеваться, учиться у кого. Но ты, если остался в таком же уровне, где надо просто зарабатывать, чтобы выжить, чтобы, не знаю, чтобы, вот, всегда вот в таком тонусе, да, ну, конечно, женщинам не интересно. Не от того, что интересно, а просто уровень другой. И из-за этого разлада, вот, ты стала такой. Это же не просто когда, ой, я вот таким, пожалуйста, Джан, приними меня таким, как есть. Нет, потому что еще же с этим сопровождается всяческое унижение. Вот ты такая стала, вот ты как работать стала, вот так говоришь, ты меркантильная стала, для кого ты стараешься, ну, вот, вот такое. Это же не просто так, ну, люди сказали, ой, а я не хочу развиваться, тогда я уйду. Нет, если бы так было, все спокойно и просто, классно, если бы, ну, это взрослые отношения, да. А когда один считает себя использованным, что его использовали, им воспользовались, конечно, это другие, другие эмоции. Я не скажу, что это было прям так спокойно, они договорились и разошлись. Конечно, столько обвинений, столько боли у этого мужчины, что себя этот, меня просто вот так использовали с меня. Ну, обратно же хочу заметить, она говорила, давай ты тоже учись, давай ты так пойдешь учиться там, не знаю, развиваться, пойдем, не знаю, психологу, не знаю, какие-то курсы, просто когда ты что-то совместно делаешь и элементарно посмотрел один и тот же фильм, и ты обсуждаешь, это же вот даже с друзьями можно заметить, да, ты посмотрел фильм, а твой друг нет, и ты хочешь поговорить, никак не строится, потому что не смотрел, а у тебя эмоции, да, ты новые узнал, вот новый сезон, да, и у тебя распирает, тебе хочется пообщаться на эту тему, как кто-то другой думает, ну, у вас совпадают, не совпадают, это же, ну, даже о фильме можно сказать, сколько эмоций, да, хочется, а когда кто-то посмотрел с тобой, и вы потом после этого два часа обсуждаете фильм, да, как, ну, это же классно, супружеская жизнь тоже со мной. Ребята, очень интересная точка зрения, я бы, если честно, еще бы хотел встретиться с мужиками, кто здесь находится, да, чтобы услышать вашу версию, ребята, у кого там, ну, понятное дело, неприятная история, там, развод, все такое, но послушать вашу сторону, где, что мы должны еще увидеть и узнать о реальной Америке, потому что приехав сюда, очень многие разводятся, ребята, это факт, не думайте, что, почему мне эта тема интересна, потому что я так просто думаю, да, потому что я уже тоже в статусе, если я бы приехал бы, что я должен знать, а это же многим поможет, то есть кто-то приезжает уже в статусе, а кто бой дог, конечно, ребята, делайте вообще, не парьтесь насчет этого, но, наверное, уже меня смотрят такие ребята, кто уже там, с семьями, и им, возможно, эта сторона тоже даст щелчок хотя бы на будущее, чтобы вы понимали, это вот женская сторона, мнение, я хотела бы еще один момент добавить, самый главный, заметьте, здесь не разводятся из-за измен, здесь не разводятся из-за того, что она там богатого кого-то нашла, либо муж ушел к другой женщине, там оказалось, что другая семья, ну, возможно, есть, я пока не знаю таких кейсов, именно разводятся, либо, ну, перестают вместе жить, потому что неинтересно, а мы в такой стране живем, что мы должны друг друга удивлять, хотя бы, ну, коммуницировать, вот с Кыргызстаном две разные плоскости в разводах. Здесь нету измен, по крайней мере, здесь нету меркантильности, а просто вот ты перестаешь в человеке видеть собеседника, там, человека, с которым ты в одну сторону смотришь, потому что твой человек смотрит в сторону Кыргызстана, как там было хорошо, ну, блин, было хорошо, когда тебе 20 лет было, ты студентом уехал, но все равно ты возвратишься, там, ну, твои все друзья семейные, либо, не знаю, уже все поменялось, но в иллюзиях жить, что поеду, я вот так буду жить, ну, а жизнь же по факту проходит, дети растут. Ребят, вот какой у нас подкаст получился, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях, это очень интересно услышать вас, ну, и в конце я бы хотел совет тем ребятам, которые, возможно, посмотрят это видео, но они находятся там, за границей, и прям бредят, мечтают попасть сюда, что они должны в первую очередь знать, три таких лайфхака, жирных, чтобы они, хотя бы чуть-чуть, что-то осело у них в голове, перед тем, как они приедут сюда, что они должны знать? Только рассчитывать на себя, прям, с момента, как ты с аэропорта вышел, взять Uber, или такси, ну, вот, это, это самое первое, что здесь, здесь никто с тобой не будет, не будет нянчиться, второй, ну, этот первый, не знаю, лайфхак, или совет, это тебя просто, тебе сэкономить время на будущее, не ожидать ни от кого ничего, второй, второй мой совет, наверное, будет пробовать, а не считать, у нас есть такая, наверное, по-советски, не знаю, может, только у крыгызов, есть такое, что даже я работаю, я могу чуть-чуть говорить другие цифры, например, условно говорить, что я миллионы зарабатываю, но я туда не ввожу расходы, и кто-то видит, о, вот этот, столько зарабатывать, но всегда, всегда брать реальные цифры, и во всем, во всем брать реальные цифры, и просто, ну, пробовать, все пробовать, что хочешь пробовать, пока вы молодые, лучше пробовать, и найти свое, чем ты горишь, от чего ты кайфуешь, нежели делать то, что тебе не нравится, не знаю, ну, потому что так, в Америке, ну, реально очень скучно, если любимой работы, любимого хобби нету, то, ну, тогда неинтересно здесь жить. В бизнесе кто-то, наверное, еще помогает вам? Или бизнес только ваш? Бизнес, сейчас только мой, потому что, ну, был период, когда это все с мужем, он помогал, ну, по логистике, привезти, там, продукт, это все, но, вот, идея, реализация, это все мое, потому что я использовала свой прошлый опыт, кыргызстанский, и это, этот опыт мне помог здесь что-то реально сделать, ну, быстрые сроки, реалистичный бизнес. Сейчас многие подумают, что, вот, в Америку приеду, на рожай, вот там начну работать, вот здесь, давайте поточнее, очень много ребят приехало сюда, да, сейчас, и многие, возможно, здесь рожают, потому что, понимая, что здесь, там, есть привилегии у детей, там, паспорт, условно. Правильно ли они будут делать, встречаются, услышат, они из контекста же вырвут, они скажут, о, как Нурсель сделаю, не было бизнеса, вот, когда рожу, тогда точно появится. Я не думаю, что я тот человек, на кого-то, на кого можно равняться или брать мой кейс, как этот, за подражание, потому что с этим очень же много было и минусов, трудных моментов, то, что твой ребенок температурит, лежит, а ты, я человек, который сказала, ну, взяла заказ, я должна сделать кровь из носу, там, нету экскьюз, и ты не спишь, твой ребенок болеет, ты должен доделать что-то, то, что ты перед клиентом, обязательства перед клиентом взяты. Я бы, наоборот, сказала, лучше построите планы, не будьте, как я, через вот силу, через вот много жертв делать лучше, если вы планируете переезжать и там есть планы на какой-нибудь бизнес, лучше сначала если детей нет, лучше сначала реализуйте себя, сделайте то, что вы хотели, попробуйте, а потом рожать детей, потому что я слышу, многие, кто приезжают через Мексику, мигранты, они рассчитывают на государственные деньги. Так, это как? Ну, кроме паспорта, кроме паспорта, ребенка родил, и ребенок становится гражданином, и если тебя, наверное, из убеждения, если меня отправят в Кыргызстан, через 18 лет, ребенок нас воссоединит. Может, из этого убеждения они рожают по приезду сразу детей, но этого не стоит, потому что здесь ребенка ты не можешь оставить, даже элементарно на 5 минут в машине не можешь, когда тебе надо быстро сбегать, не знаю, залиться, нет, ты должна, ребенок спит нормально, ты должна из машины взять ребенка, пойти, залиться, ну, там, 5 минут, но ты в это время должен все равно беспокоить ребенка. Почему так происходит? То есть это материнское? Нет, это система государства. То есть если она увидит, что ты оставила ребенка, то она может тебя наказать? Да. Сразу полицию. Это не обязательно, что тебя полиция увидит, а просто осознанные граждане могут заявить на тебя, что там ребенок остался. Да, один остался, и это может повлечь за собой социальные службы за тобой могут прийти, ну, даже на учет, и можешь детей лишиться, либо у тебя, на тебя полиция заявит, ну, лишние действия, которые не нужны для иммигрантов. Это неплохо, это классно. Так, ты знаешь, я знаю, что мои дети защищены государством. Это очень классная система, что работает. На 12 лет детей ты не можешь одних оставлять. В этом плане классно. Но есть неудобства, потому что у тебя нету родственников, нету соседей, нету знакомых, кто может посидеть там, пока ты сбегаешь в магазин. И все время 24 на 7 быть с ребенком, и даже когда ты закупаешься с ребенком, а у детей же разное состояние, один день они классные, один день они просто, ты не знаешь вообще, думаешь, это твой ребенок, это твой ребенок. разве дети могут быть такими ужасными. Я когда думал о тебе, я думал о другом. Да, да, да. Ну, все же мы думаем, они будут вот так лежать и радовать нас, да, и по режиму спрашивать нас покушать. Нет, дети это большой богатство. В любом государстве это дети удовольствия, ну, большое удовольствие, потому что не каждый может себе позволить. То есть это ты можешь позволить, ну, как бы детей сделать, это не хитрое дело. Ты можешь позволить, ну, если здоровье позволяет, но его вырастить и дать любовь, там, не знаю, время, содержать и вот быть таким родителем, который везде все успевает, это очень сложно. Быть еще сознание с ума не сойти. Да, я понял. То есть, ребята, кто едет сюда с мечтой, чтобы здесь родить, если вы еще хотите потом остаться здесь, имейте в виду, что вам нужно будет уже кормить не одного человека, кого вы там родите, но еще и супругу, потому что она привязана будет. автоматически. Два года точно она будет привязана. Мама не может работать, а это садик, ну, у нас где-то варьируется 2000 долларов, и работать, да, и работать, чтобы оплачивать садик ребенка, и приходить уставший, потом все равно орущий ребенок тебя ждет, этого не стоит. Вот, этот интересный момент, 2000 долларов в месяц это садик. Когда бесплатно можно обучаться? Это же настолько... Да, это для Америки до школьного возраста ребенок твоя проблема. Здесь нету государственных садиков, как у нас там, не знаю, здесь все частное. То есть садика вообще нет? Нет. Либо няня, либо садик? Да. И есть, ну, в разных штатах, в разных каунтих есть разные программы, где там неправительственные компании организовывают какие-то садики, но там очень маленькие коты, и не все туда могут попасть. В основном это все платное, а школа уже бесплатная. Пять лет вот ребенок, это ты либо в садике дышишь, либо сидишь дома. Да. Так что, ребята, если вы думаете приехать сюда, я буду работать на траке, а супруга будет сидеть там, либо супруга ваша будет пять лет приковано к ребенку, либо имейте какой-то другой план, чтобы вы зарабатывали, ну, в Калифорнии имеется 2000, если вы в Филадельфии, там 1200 примерно, то, чтобы вы понимали, Америка, она разная, здесь и бензин тоже такой, понимаете? так что, имейте в виду, от штата штата отличается. Следующий вопрос и по бизнесу, то есть, имея бэкграунд, вы начали потихоньку создавать, то есть, вы работали на дому, или как это было? мы жили до этого в Лос-Анджелесе шесть лет, потому что родственники мужа там были, но именно в Лос-Анджелесе я не могла себя найти, потому что я по приезду вышла замуж быстро, а потом стала рожать, и пока вот этот декретный период, пять лет, я не помню эти пять лет, потому что, да, потому что засасывает, и вот нет времени думать, что я, кто я, что я хочу, потому что тебе просто выспаться, да, когда подряд дети, это очень трудно, стать адекватной очень трудно. Когда я была первый раз в Сан-Франциско, я влюбилась в Сан-Франциско, да, в Берри, потому что когда я на машине сама, тогда, по-моему, год было, как я стала водить, я сама с двумя детьми по этим, да, по мостам здесь, увидите, золот, этот, Голденгейт мост есть, Бейбридж мост, очень красивый, и там, ну, вообще, красота, и когда я вдохнула этот воздух Иссыкурский, вот, вот, как будто я дома оказалась, это, я поняла, что это мой дом. Иссыкурский здесь поподробнее, то есть, здесь, очень сильно схожие климаты, да, 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 чем схожие? Даже, если брать, Лос-Анджелес тоже в Калифорнии, но, если брать Лос-Анджелес и Абери, здесь очень легко дышится, такой морской воздух, прям, не знаю, легкий раскрывается, а в Лос-Анджелесе трудно было, там сухо, и я когда вдохнула, я думаю, я дома, я звоню, мужу говорю, все, переезжаем, он говорит, с чего? Я говорю, я просто хочу здесь жить, и без планов. Он, он был в шоке, потому что в тот момент, он работал на Uber, такси, он говорит, а чем мы будем заниматься? Я говорю, ну, здесь тоже Uber есть, и я просто на этот сказала, говорю, ну, я же умею готовить, я буду готовить, если что, наших много, тогда семейных очень мало было, многие в основном холостые ребята были, кто нуждался там по лагманам, по мантам, можно было найти. Я просто, этот, просто на ура ему так сказала, чтобы его убедить. Ну, вообще, переезд сюда на ура, условно, без планов. Да, без планов. Месяц в Америку, и потом сюда переезд без планов. Ну, у меня жизнь так, я живу по ощущениям. Вау. Вот, я ощущаю, что я это хочу, либо, я это делаю, я не знаю, меня Бог не наделил этим анализом. Стратегией? Нет, я долго не думаю, я лучше попробую, попробую, там, с кем, понравилось, понравилось, не понравилось, дальше пошла, не страдаю. Там, 10 лет думаю, а что если начать, а что если там сделать, купить, условно, я беру, делаю, не понравилось, не жалею, пошла, потому что я пробовала. Сколько бизнесов до этого было? В Крыгстане? Вообще, вот за опыт свой, за жизнь. но оказывается, у меня весь бизнес был, это, только вот, именно, с едой связаны, с рестораном. В Чопанате, в Бишкерке, здесь? Да. Прикольно, то есть, чем мы занимались, в принципе, вы этими, к этому пришли, интуитивно? Вы же не думали, сюда переехать, и буду? Да, у меня не было, я наоборот, то, что уехала, начав бизнес сестрой, в принципе, из-за того, что я уехала, она тоже сказала, ну, как бы, я планировала с тобой, но особо я не горю этим, тогда она закрылась после меня сразу, и у меня, наоборот, было, я закрыла эту тему про рестораны, ну, про еду, потому что сказала, я вообще, я как бы банкрот, я не тот человек, который может что-то начинать, и вот целых 5-6 лет я эту тему закрыла, я в Лос-Анджелесе готовила для друзей, для родственников, но никогда не пыталась там для продажи, потому что я сказала, я здесь, оказывается, я никакой этот, ну, тот опыт я восприняла, как этот поражение, хотя, ну, то, что я ее деньги обанкротила, это был, короче, удалялся в удар, и типа, да, я вот, триггер, что типа, блин, я не буду этим заниматься, да, я и не пыталась, а вот, когда муж сказал, а чем мы будем заниматься, ты же понимаешь, что в Сан-Франциско все дорого, я просто на ура сказал, ну, я же, если что, я же умею готовить, я вот своим, нашим могу продавать, да, он согласился, мы, вот, я вот, не дождалась, пока я приеду, прилечу в Лос-Альдис, сразу выписалась из квартиры, там, 30 дней заранее ты должен дать оповещение, что ты выезжаешь, и вот эти 30 дней я ждала, как год, ну, когда это случится, по приезду сюда я не сразу стала готовить, потому что муж, в принципе, тогда зарабатывал достаточно, но я стала уже с собой, не духовной частью, а с собой работать, уже дети чуть-чуть подросли, я стала думать. И начало появляться время на себя? Да, чуть-чуть, потому что у меня по переезду было, что я очень сильно поправилась, и когда, ну, вес лишний, и ты не нравишься себе, не хочется одеваться, не хочется ничего, во время беременности, дочкой мне сказали, что у меня сахарный диабет, я вот тогда взяла себя в руки, говорю, как я могу детей оставить там, почитала, сахарный диабет, может до смерти привести, я такая, себя вот прям, меня это, знаете, как электрошокером, да, ну, в смысле ты, вот детей, за них детей, за детей ответственность взяла, а сама это проваливаешься, ну, здоровье убиваешь, а что с ними будет? Я вот реально начала с собой заниматься, правильное питание, спорт, и приходить в себя, и постепенно, когда начинаешь, и ты начинаешь спрашивать, а кто ты, что ты, а что ты умеешь? Потому что был период, когда я мужа начала упрекать, что он недостаточно зарабатывает, когда мы это можем позволить? Я вопрос стала на себя ставить, а что ты делаешь, чтобы... Говорите, говорите, очень круто. А что я делаю, чтобы у нас, у нас было, или я могла позволить? Все вопросы, которые я раньше, вот, типичная домохозяйка, ой, это четверть то хочу, но ему не можно позволить, когда, когда, я вот это все стала себе задавать. А что я могу, вот, вклад в семью приносить? Ну, только говорить, что я же двух детей родила, там, я же детьми сижу. Могла бы ныть дальше, но когда я обратила все эти вопросы, все нытье к себе, а что ты делаешь вообще, для того, чтобы там что-то иметь, что-то было? Я тогда пришла к тому, что люблю готовить, а когда я готовлю, очень я вот, как в терапию хожу, я вот забываю, я вот, о человеке, кому готовлю, там, условно, мужу, детям, родственникам, клиентам, я вот прям, как в транс ухожу, прям вот, о тех людях, кому я готовлю, начинаю о них думать, прям, вот, все, все, что там в голове, столько мыслей, там, столько бардак, вот это все откидывается, я как в транс ухожу, вот, в этот, когда я руками что-то делаю. Блин, вы сейчас маленький чит-код мне раскрыли, можно ли так сказать, что, задавая вопрос, это же вот в семейных парах зачастую бывает так, что многие, ну, очень много претензий, распадаются, возможно, какие-то ссоры, из-за того, что, либо супруга, либо супруг, говоря, что, вот, ты должна, ты, почему так ты делаешь, а почему ты там поправилась, почему там, ну, короче, можно найти любое, еще так мало зарабатываешь, я же вот, десятерых нарожала, типа, а ты чего, ну, типа, претензии, а когда эти вопросы ты задаешь себе, ты начинаешь расцветать, и второй момент, когда мы начали себе вопрос задавать, это же, это же сильно, потому что же мы работаем, думаем вначале о финансах, но не то, что нам нравится, а вы не думали о финансах, вы говорили, что мне нравится, а потом, что мне нравится, приносит финансы, но не каждый может, потому что это же страшно, потому что я буду готовить, я заработаю, когда ты же всегда думаешь о том, о заработке, и ты начинаешь очень сильно сливаться, вот это для меня, лично для меня, большой чит-код, потому что КВН, когда мы играли, тоже такая же история, если бы я в самом начале задавался вопросом, Принесет ли мне это что-нибудь, приеду ли я сюда в Нурселе снимать, узнает ли она меня. Я бы слился бы давно. Да мне это ничего не приносит. Я 10 лет отдавал КВН, чтобы потом я с этого зарабатывал. То есть не просто зарабатывать деньгами, но и вообще узнаваемостью. То есть это вот такой крутой чит-код, ребята. Блин, очень крутая беседа получилась. Мне кажется, думать, прежде чем чем-то ты занимаешься, чтобы ты этим... Даже это может потом казаться, что это было фигней, что я 5 лет назад занимался. Но на тот момент, если ты горишь, деньги, я всегда говорю, деньги приходят за ним. Потому что энергия, когда ты ради денег делаешь, у тебя есть условно 100 тысяч заработать. Или там 50 тысяч, да, ты всегда вот так ставишь. И когда ты достигаешь, дальше это тебя не возбуждает, не мотивирует эта работа. Это же любая работа, не знаю, должна возбуждать. Если у тебя есть возбуждение, ну мы же везде, даже в сексуальном плане или любой игрой. И у нас же все сначала начинается, перед тем, как у нас тело заработает, у нас начинается все в мозгах начинается. И если это дело вас прям цепляет, лучше это делать. Окей, там кто-то в другой сфере так зарабатывает. Но если ты будешь смотреть, что кто-то зарабатывает, я тоже 100 тысяч хочу, сразу хочу сказать, что вы можете, да, заработать эти 100 тысяч. Но потом, как бы, ну бизнес, либо, не знаю, любая работа, когда выгорают, и уже неинтересно, не хочется, не в удовольствие. А когда ты занимаешься пофиг, там, не знаю, кто-то не делает, ты элементарно, не знаю, сдавай туалет. Но если это тебе нравится, это тебе будет потом приносить деньги. Ну, пусть говорят, что ты туалет моешь, но это тебе нравится, ты не брезгаешь этим. Ну, было я вот, когда в Кыргызстане была, я параллельно и туалет успевала сдавать, мне нормально было. Туалет сдавать которого? Биотуалеты? Да, биотуалеты. Ну, а почему я должна стесняться того, что мне приносят деньги? Я буду стесняться говорить то, что у меня денег нет, дайте, пожалуйста, либо займите. Таких принципов не должно быть. Это независимо, какая работа. И да, там, не знаю, бьюти-сфера, айти, но я за то, чтобы человек в любом деле горел. Вот тогда будет классный продукт на выходе и удовлетворенный человек. Потому что ты, когда удовлетворяешь, ты поднимаешь внутри все, и у тебя жизнь классная. Ребят, напишите в комментариях, вы прочувствовали, о чем говорит Нурсель вообще. Как бы, смотрите, эти слова, это мнение вы можете найти в разных источниках, в книжках, но под разными углами. И я всегда говорю, что как бы уже давно, уже придуманный велосипед есть, но этот велосипед тебе может зайти под разным углом. Вот то, что сейчас Нурсель говорит, мне очень сильно зашло, и я сейчас опять-таки вспомнил, как я смог достиг определенных высот только через возбуждение, да, возбуждение к своему делу. Такой вопрос, наверное, больше интимный. Сколько нужно зарабатывать здесь, в Калифорнии, чтобы чувствовать себя, ну, как человек, условно, там, ребенка отдавать, самому, там, раз в неделю выходить в кафе? Возможно ли вообще так здесь? Есть ли такие крызы здесь? Я вот на этот вопрос вам отвечу так, я не знаю, потому что я человек, который вообще ничего не планирует, и вы же понимаете, что бизнес такое делает, ты можешь за раз хорошо поднять, и следующий месяц там меньше. И я думаю, что я не тот человек, у кого есть фиксированная зарплата, да, говорит, я условно 20 тысяч получаю, там, 3 или 5 тысяч уходит на налоги, 2 тысячи там на садик. Нет, у меня нету определенного бюджета. Есть, я могу, есть колоссальные расходы, но это свежее то, что бизнес, ты не можешь делать трекинг. Следующий месяц, да. Планирует это? Да, да. Давайте по расходам. Общие затраты ваши, сколько в месяц составляет? Если мы не можем сказать там по заработку, потому что предприниматели, это сегодня я крутой, а завтра я бомж. Есть такой мэм, я сегодня король, а завтра я бомж. Вот такие ощущения постоянные. Да, всегда качели, всегда качели. Но этим самым я человек, который, не скажу, что совсем не пью, но я не из тех, кто любит или понимает это, да. И человек, который курит или каких-то, у меня нету, кстати, я каким-то спортом не занимаюсь, но бизнес тебя всегда держит в тонусе, всегда тебя, как будто ты всегда на ставках, всегда на этом, в казино. И ты вот так держишь кулак, да, 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 выйдет, не выйдет. В этом и, может быть, вот весь адреналин я получаю, и из-за этого мне дополнительного дофамина ничем не надо, вообще ничем не надо. Окей, ну, Стэль, вот давай про цифры. Всем интересно наверняка цифры. Имеется в виду, не сколько там зарабатываешь, там вот эта история. Это, конечно, тоже интересно, но мне интересно, сколько ты тратишь, потому что зарабатывать можно, условно, 100 тысяч, тратить можно 95 тысяч. Когда ты спрашиваешь, сколько ты зарабатываешь, людям кажется, что вот 100 тысяч, во, он крутой, богат, ну, условно. А когда ты понимаешь, сколько он тратится, ты понимаешь, что это очень много и, возможно, и даже сложно. Мне интересно, с другая стороны, затраты, налоги, как здесь с налогами, сколько здесь платят, потому что штата, штата сильно отличается. Здесь, в Калифорнии, сколько человек платит, ну, бизнесмен платит, предприниматель, за налог. Если брать цифры для просто открытия в один день кафе, по моим подсчетам, это 2000 нужно каждый день. Это я просто, когда открываю, это там 2-3 рабочих, электричество, аренда, там, не знаю, если так посчитать. То есть, в день 2000, это минималка, чтобы жить. Да. А чтобы зарабатывать, надо чуть-чуть больше продать, то есть, чтобы заказали. Да. Вау. Ну, так лучше, мне кажется, понимать, потому что это же не только рабочие, либо аренда, но там и, ну, все включается. Это минимум, 2000, это вот просто такой порог, такой минимальный, выживаешь. Да. По поводу системы налоговой, здесь система налоговой, я знаю, что немного другая, чуть подробнее. Можно, чтобы наши предприниматели, бизнесмены в Центральной Азии, ну, кто не знает, понимал, что здесь налог платится раз в год. Раз в год, это мы отчитываемся налогу вообще за, да, год оканчивается, но помимо этого у нас есть квартальный налог. Каждые три месяца, это квартал, мы платим sales tax, это взимаем у клиентов налоги на их покупку. Типа подоходный налог? Нет, это не подоходный налог, это с продаж, налог с продаж, да, если переводить. То есть, каждую четверть, там, каждые три месяца вот вы sales tax, и в год один раз это уже перед налоговой отчитываетесь, да? Да, отчитываемся. То есть, не надо, и там два налога, например, как фирма отдельно живет, и как я просто человек, гражданин, не знаю, обычный человек, это отдельный персональный налог идет. Это если вы бизнесом занимаетесь, обязательно, ну, как у нас, как ОСО, ИП, я не знаю, как сейчас называется, но ты фирму должен открыть. Фирма отдельно отчитывается, помимо персонального, персональный отдельно, но это зависит тоже, цифры здесь просто сказать трудно, потому что туда входит наличие детей, наличие семьи, там, замужем, не замужем, сколько детей. И за каждого ребенка дается скидка, за каждого предыдущих идет, например, если минимум, я сейчас цифры не помню, но если минимум брать на семью 100 тысяч, да? Ну, это тоже потому, что я не могу сказать, это от каждого города отличается, вроде бы мы в Калифорнии, но Калифорния тоже, каждый город отличается своим налогообложением. Например, здесь минимум, если 100 тысяч долларов на мужа и жену, это такой нормальный доход, с тремя детьми, это ты, где тебе, ты, возможно, можешь получить возврат. Это вот разные моменты, что один человек другой налог платит, когда ты, скажем, индивидуально. Да, у каждого индивидуально. И какие ты расходы сделал. Да. Например, кто-то один живет, работает, ну и параллельно, если студентам другие расходы, они могут зафайлить то, что они компьютер взяли, потому что это надо было для учебы. Они могут там, кто на Uber работает, либо на траке работают, они могут, да, бензин списывать. Ну, если это как работать, как не по LLC, а sole proprietorship, это как наш ЧП, индивидуальный предприниматель. Тогда они вот эти расходы тоже на мойку машины, на бензин, может, там есть еще в налоговом, помню, то, что, ну, ты можешь приобретать одежду тоже, если это необходимо для твоей работы. Например, ты сервис предоставляешь, а тебе нужна одежда, например, костюм, и ты на это потратил именно потому, что нужно работе. Ты это тоже можешь списать. Это все индивидуально, всему есть, как бы, свой подход как-то. Ну, некоторые, например, могут, ну, не тратить, а некоторые, возможно, могут зарабатывать 200 тысяч, 300 тысяч, а будучи одним, но у них расходы большие. Если они расходы доказательствами, вот, ну, действительно уверены, что эти расходы были на фирму, либо на него потрачены, они могут списать. Но, соответственно, перед тем, как эти расходы списывать, писать, у тебя должны быть бумаги, ну, завтра могут тебя на аудит взять, и чтобы ты мог просто показать эти бумаги. Можно что угодно написать, но по факту, если тебя будут проверять, ты мог по факту показать, вот, эти расходы действительно были. В общем, я про что сейчас хочу сказать, что отличается здесь система налогов, в год отчитываешься, если ты открыл фирму, и, условно, тебе на фирме, ну, фирме нужна там машина, эту машину надо заправлять, если ты в конце доказываешь, вот, например, 100 тысяч затраты в год, ты машину купил за 20 тысяч, заправлялся в год 5 тысяч, если ты это доказываешь, 25 тысяч ты списываешь, и ты плачешь налог уже за 75 тысяч, не за 100 тысяч, а у нас ты за все купил, не купил, ты должен за это все заплатить. По идее, ну, я могу ошибаться, но я никогда не слышал, что это можно списать. А здесь вот такая история есть, опытные бизнесмены, напишите, подправьте неопытного начинающего предпринимателя. Ребят, если приезжаете в Америку, подытожим, в первую очередь, надейтесь только на себя, второе, не верьте словам, то, что вам говорят, перепроверяйте, либо через свой опыт, и третье, занимайтесь любимым делом, то есть только тогда Америка будет, ну, просто конфетка. Если немного мечтаете и верите слухам, верите таким, как мы, блогерам, то Америка всегда кажется сказочной. Приехав сюда, вы очень сильно разочаруетесь. Все, ребят, спасибо большое, пишите в комментариях, что вам понравилось, что нет, какие вопросы вообще задавать ребятам, кто находится здесь, мы будем задавать. Все, спасибо большое, что досмотрели до конца, вы мои преданные ребята, кто досмотрел до конца, спасибо еще раз вам, ставьте лайки, баллайки, подписывайтесь, пока. Пока.